Сегодня у меня для тебя просто сумасшедший выпуск. Тебе действительно нужно это увидеть, особенно если ты уже видел это видео о заявлении генерального директора BlackRock о том, что депопуляция и замена людей на роботов – это необходимость для выживания и развития целых стран. Я могу утверждать, что в развитых странах выиграют те, у кого население будет сокращаться. У нас есть продолжение этой истории, поскольку они явно готовят нас к следующему большому кризису. Сначала я просто дам тебе небольшой тизер и обрати внимание на дату – 23 октября 2025 года. Европа проводит учения. И ты бы мог подумать, что в свете последних событий они будут военными. Но нет, это учения, связанные с кризисом продовольствия и еды. Они уже моделируют ситуацию, когда этот кризис будет в самом разгаре. И я удивлен, что этого никто не видит в то время, как страны буквально готовятся к этому новому кризису. Давай разберемся подробнее сразу же после того, как ты передашь за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо за поддержку. Итак, моделирование и учения, которые связаны с кризисом продовольствия, спонсируются Советом Европейского Союза. Также они собрали самых умных людей в области управления кризисами, продовольствия и сельского хозяйства для моделирования этого кризиса. На основе этого моделирования они сняли это видео. Некоторые вещи из тех, которые они моделируют в этом видео, уже начинают встречаться в реальной жизни за последние 6 недель. Об этом объявили всего спустя месяц после учений. Дания собирается взимать с фермеров по 100 евро за корову в качестве первого налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве. Дания вводит первый в мире налог на выбросы СА2 в сельском хозяйстве, и правительство будет взимать почти 100 евро в год с каждой коровы. Следующие страны последуют примеру Дании. Но дело не только в коровах. Они собираются обложить налогами и других животных. Например, это будут свиньи и даже овцы. Страны по всему миру стремятся сократить выбросы углекислого газа от производства еды. А на производство еды, по их словам, приходится 25% всех выбросов парниковых газов в год. Эксперты по сельскому хозяйству и управляющие фермерскими организациями уже возмутились. «Я думаю, это безумие», — заявил председатель организации датских фермеров Питер Киер. Добавьте к этому то, что это будет препятствовать столь необходимым технологическим инвестициям в нашу страну, которая и так уже является одним из самых экологически чистых производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Правительство не слушает фермеров. Европа готовится к возможности кризиса продовольствия. 2024 год. Нехватка продовольствия в Европе? Единственный вопрос, когда это случится? Драматическое стечение событий, конечно, еще не свершилось. Но в течение двух дней в Брюсселе около 60 представителей Европейского Союза и правительств европейских стран, а также эксперты по продовольственной безопасности и представители промышленности, собрались, чтобы обсудить, как справиться с тем, о чем еще несколько лет назад даже не думали, полномасштабным продовольственным кризисом. Шикарное каворкинг-пространство, в котором они собрались, не было ни бункером, ни защищенным подвалом. Но видеоролики о засухах, наводнениях и гражданских беспорядках все равно вызвали ощущение срочности. «Ожидайте хаоса», предупредил Петр Магнушевский, специалист по моделированию кризисных ситуаций, который работал с Организацией Объединенных Наций. По его словам, это дело времени. Чиновники Евросоюза больше не спрашивают, когда случится продовольственный кризис. Их больше волнует вопрос, с каким количеством кризисов они смогут справиться одновременно. По словам Кэти Свенсон, старшего советника по продовольственным системам Совета министров северных стран Европы, которая участвовала в моделировании этого кризиса, тема нехватки продовольствия сейчас невероятно своевременна. «В Европе редко проводятся учения под руководством правительства, а учения, связанные с продовольствием, проводятся еще реже», говорит научный директор Центра системных решений в Польше. Иными словами, то, что происходит, это очень важно, ведь такое происходит очень редко. Дальше чиновники видят ситуацию следующим образом. В 2025 году грабители грабят супермаркеты. Полиции с трудом удается сдерживать беспорядки в городах. Жители Германии не могут найти в продуктовых магазинах рыбу и мясо. Животноводы, особенно мелкие, разоряются. Также эксперты из Евросоюза в некоторой степени обвиняют мигрантов в этом кризисе. Послушай небольшой вывод из видео, составленными участниками моделирования и учений в Евросоюзе. Этот продовольственный кризис – это прямой результат одержимости либеральной элиты глобализации и открытыми границами. Решение заключается в восстановлении сильного национального суверенитета и приоритете потребностей наших граждан. Итого, открытые границы, мигранты, беженцы, изменение климата, выбросы углекислого газа и угроза с Востока – все это они назвали причинами назревающего кризиса продовольствия. Все следы ведут на Восток. На второй день моделирования в Брюсселе 60 представителей Европейского Союза и правительств европейских стран пришли к заключению, что в рационе людей должны присутствовать более здоровые продукты, а население должно отказываться от мяса. Они также выделили и другие темы для будущих учений – от продовольственной безопасности государств до биотерроризма и противодействия дезинформации с Востока, а также подготовки к вспышкам болезней, переносимых животными. По словам чиновников Евросоюза, это огромная проблема, и она рискует стать еще более серьезной в ближайшее время. «Нам предстоит сделать еще больше. Кризисы будут происходить еще быстрее и сильнее», говорит профессор мировой продовольственной политики SciencePro в Париже. «Катастрофические урожаи фруктов и овощей должны стать тревожным сигналом для Великобритании», говорят британские фермеры. «Следующее правительство должно разработать план обеспечения продовольственной безопасности, поскольку климат в Великобритании становится все более непредсказуемым». Позволь мне сказать еще одну вещь. Неважно, как ты относишься ко всем этим климатическим штукам, мы не можем отрицать одного. «Погода была очень странной, особенно в этом году. Украину накрыла аномальная 40-градусная жара. Но мы били рекорды не только летом, но и весной и зимой. Так апрель отметился 12 градусами выше нормы, а зима оказалась на 2,1 градус теплее, чем обычно». Напротив, в Великобритании в этом году практически не было лета. Вообще не было. Все до сих пор спрашивают, где лето, куда оно делось. И я видел такие же комментарии и от немцев. Напиши в комментариях, откуда ты и как там обстоят дела с погодой. Очень интересно узнать. Существует множество различных теорий, и многие люди думают по-разному. Но определенно происходит что-то странное. Я обратил на это внимание, потому что в Великобритании был собран один из худших урожаев за долгое время. В начале года я разговаривал с фермером из Британии, который сказал, что существует огромный риск с посадкой. Потому что если погода не нормализуется, семена будут затоплены. И они просто не успеют вырасти. И он сказал, что этот год был совершенно ужасным для урожая. Но что говорят официальные лица? Страна пережила самые влажные 18 месяцев с начала наблюдений, в результате чего произошло заболачивание почвы. А некоторые фермы оказались полностью под водой. Это и стало причиной катастрофически низкого урожая. Если говорить про мою страну, Украину, которая в довоенное время была одним из основных поставщиков зерна в мире, в этом году также прогнозируется снижение урожая минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. Из-за ряда причин. Утраты пассивных площадей, нехватки рабочей силы и так далее. Посмотри, о чем заявил Bloomberg. Это очень большое средство массовой информации. Они пишут, экстренное накопление запасов зерна подчеркивает продовольственную тревогу в мире. Китай рекордно накапливает зерно. Отгрузки зерна в Китай из России стали рекордными в этом году. Но Китай также скупает зерно и по всему остальному миру, наполняя свои хранилища по максимуму. К чему он готовится? Норвегия создает запасы зерна, чтобы подготовиться к потенциальному кризису. Норвегия лишь одна из тех стран, которые делают это. Многие другие страны тоже наращивают усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Речь идет о том, что страны готовятся к немыслимому. Правительства разных стран мира также озабочены и обеспечением поставок для растущего населения. А в последние годы было множество угроз для цепочек поставок. Пандемия коронавируса, вторжение России в Украину, торговые войны, перебои с поставками, кризис в Красном море, переменчивая погода и так далее. Все это и привело к очень высоким ценам. Мы живем в мире, накладывающейся друг на друга чрезвычайных ситуаций. И, вероятно, будут происходить и другие новые потрясения. А это означает, что волатильность цен на эти сырьевые товары, скорее всего, продолжится. Именно поэтому страны все больше и больше нервничают. И именно поэтому они уже моделируют этот кризис и проводят учения по подготовке к нему. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Береги себя. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого.